Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Каждый день у нас составляется ролик «События дня». Это вот так выглядит. Сейчас я покажу. На каждый день. Вот сентябрь идёт, какие числа. Вот события дня. И далее я показываю, что просто под горящую руку попало о Дворкине. Ещё год назад этого ничего не было. Тут просто лавина идёт. Притом люди знатные, там кандидаты наук, профессора и академики, и общество, и чего нет. Только наступил момент, говорит, резать кабанчика. А зачем говорить? Во-первых, просят, чтобы распространить этот материал. А во-вторых, меня это касается, минимум, минимум, повторяю, четыре раза документированных, когда он на меня нападал. Абсолютно точно, четыре раза. Значит, когда приезжал он в Барнаул, его приглашали на наши занятия. Я вёл занятия в Алтайском государственном техническом университете, 21 тысяча студентов. Он меня сразу псевдо-православный. Наши люди там были, приглашали. Второе. Была встреча у него с силовыми структурами Алтайского края. Он там тоже меня клеймил. Просто клеймил. Но ему противостали какой-то там майор вроде бы из КГБ, из ФСБ был, который высказал иное мнение, дескать. А мы к Лапкину относимся уважительно. Он камень за пазухой не держит. Вот. Дал им понять. Он сразу осёкся. Третье в Новокузнецке. Это записанный ролик стоит. Когда я ему про меня задал вопрос, Михаил Михайлович Кальмаев, он начал плести. Но тут первый раз он попятился. Ну, я тогда не знаю. Не знаю, зачем же ты говоришь. И четвёртый раз основательно. Это рождественское международное чтение. 2016 год, где-то, видимо, 6-го числа, я попросил аудиозапись, которая говорит о Роснадзоре. Они обратиться туда. И вот теперь они Роснадзор на нас направили. И что мы потерпели за это. То есть мне всё это понятно. Понятно было, когда он только появился 20 лет назад. Я вообще не слышал его. Я его не знал. Просто посмотрел. Наступление где-то сказал. Это чужой человек. Ничего христианского там нет. И вот сейчас я по пальцам буду показывать. Только ролики какие. Вот так заряжайте по-русски. Остановить дальше. Сектоведа Александра Дворкина разоблачили правоохранительные органы. Это что-то значит? Правоохранительные органы меня испытывали. И ничего не нашли в советское время. 80-й, 86-й год. Я реабилитирован. Мне возмещен ущерб. У меня документы с ольготами. По сегодняшний день. То есть мы на разных платформах-то с ним стоим. Его это не трогает. Второе. Сектоведа уже отмежевывается от Дворкина, Панина. Понимаете, как быстро это всё меняется. Вчера только вместе пили, ели, гуляли. А сегодня этому бихре, говорит, отрубили головы и сбросили. Всё. Потому что он смутьян, сеет смуту. И действительно, нашлась умная женщина, которая... Вот я даже могу показать, где это написано. Библейский поисковик. Правильно, нет? Да, второе. Сарс, 20-й глав, 1-й стих. Там случайно находился один негодный человек по имени Савей, сын бихре, венемитянин. Он затрубил трубою и сказал, нет нам части в Давиде и нет дома доли в сыне Иссеева. Все по шатрам своим израильтяне. И отделились все израильтяне от Давида и пошли за Савеем, сыном бихре. Иудея же осталась на стороне царя своего, от Иоарта над Иерусалимом. И пришел Давид в свой дом в Иерусалиме и взял царь, ну и дальше так. Сказал Давиду Мессае, созови ко мне иудеев в течение трех дней и сам и весь суда. И пошел Мессае созвать иудеев, но промедлил боли назначенного ему времени. Вот это важно по времени. Тогда Давид сказал о вести, теперь наделает нам зла Савей, сын бихре, больше, нежели вестолом. Возьми ты слуг господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших. И вышли за ним люди Иоавы, хилифеи, хилифеи и все храбрые пошли из Иерусалима преследовать Савей, сына бихре. И когда они были близ Большого Камня, ну и дальше Тусайка-то говорили. Вот и пришли и осадили его в Авельбе в Маахе. Насыпали вал перед городом и подступили к стене. И все люди, бывшие с Иоавом, старались разрушить стену. Тогда одна умная женщина закричала со стены города. «Послушайте, послушайте, скажите Иоаву, чтобы он подошел сюда, я поговорю с ним». И подошел к ней Иоав. И сказала же это министр вооруженных сил. Сказала женщина, ты ли Иоав? И сказал, я. Она сказала, послушай слово рабы твоей. И сказал, слушаю. Она сказала, прежде говорили, кто хочет спросить, спроси в Авеле. И так решали дело. Я из мирных верных городов Израиля, а ты хочешь уничтожить город, и при том мать городов Израиля. Для чего тебе разрушать наследие Господне? И отвечала Иоава, сказал, да не будет этого от меня, чтобы я уничтожил или разрушил. Это не так. Но человек с дарой и премией по имени Савей, сын Бихри, поднял руку свою на царя Давида. Выдай мне его одного, я отступлю от города. И сказала женщина Иоаву, вот голова его будет тебе брошена со стены. И пошла женщина по всему народу со своим умным словом, и отсекли голову Савею, сына Бихри, и бросили Иоаву. Тогда Иоав затрубил трубой, разошлись от города все люди по своим шатрам. Иоав уже возвратился в Иерусалим к царю. А я закрываю где-то. Понятно. Вот находится женщина, которая поняла, что нужно. Голова. И прекратится этот раздор. Вот сейчас голова этого человека требуется. И на это все направлено. Ну, голова имеется в виду не физическое расправа, а то, что он сел. Сектовед. Такой должности вообще нету. Все еще узнают. Ну, волковед, допустим. Я знаю, шакаловед. Но еще дальше-то. Ну, узнал его все. Чем питается, как переваривается у него пища. Ты его сделай об сою. Златоуст говорит, в ковчег залетел ворон. Вороном вылетел. Ястреб ястребом. А здесь не так. Вот она, Пелагея. Вот она, блудница. Берет черный ворон. Купели крещение, вылетает белая голубка. Так и здесь. В Дворкин-то никого не может сделать из сектантов. Он до последней степени развращенности умом дошел. Совершенно не знает людей. Пришли на встречу в Алтайский государственный университет АГУ. В Барнауле. Сектанты. Наши люди там были. Все передают, как было-то. Задают вопросы. А он, давай их высмеивать, кривляться перед ними. Но они встали и пошли. Он говорит, обыщите их, посмотрите. Или вроде какие-то воры пришли. Вообще, дураком нельзя назвать. Это порядочные люди. И они нравственно более нравственные, чем православные. Почему? Очищены через слово, которое православие-то спрятали в большинстве случаев. И вот он так точно нападал на меня. Как мне говорят, что составил против меня доклад на рождественских чтениях. Из 15 докладов. Два были посвящены. Один Масленникову, другой мне. И дали женщины читать. Составил священник. Отец Сергий Дудин. Из Северской Томской епархии. Совершенно негодный тоже человек. Трусливый ужасно. Трусливый и пакостный. Вот они, Скуратовский, Виктор Свилодеев, Самсонов. Сейчас подсоединились в Кемеровской епархии ударцев Евгения. Как я их называю? Кодл потеряршая. Нападают. Ни одного истинного слова нет. Ни одного. Я был баптистом. Я ни одного дня не был. Вообще не был никогда. И во всей природе до Адамова, говорится, колено никого у нас не было баптистами. Откуда берут? Ну, предать вид, зловещие. Тоталитарная секта. Экстремизм. Откуда они узнали, что есть экстремизм? Экстремист. Книги занести надо, но не заносятся. То есть всякую пакость. Мерзопакостные люди. Вот дальше. О вопиющих поступках Дворкина некомпетентности Невеева. Дальше. Дворкин огромная ошибка для Русской Православной Церкви. И дело в том, что я показываю эти. Вот сколько их уже здесь роликов. Вот первый. Раз, два, три. Четвертый Дворкин. После себя оставил выжженную землю. Пятый. Ролик. Ролик это. Так. Шестой. Это инфекция и оплот человека ненавистничества. Шестой ролик. Седьмой. Делает ли из людей баранов? О воспаленном сознании. Это надо посмотреть. Дворкин. Защита от сексоборцев. Как это? Восемь. Или даже девять. Дворкин и другие. Десять. Поймали на дезинформацию. Одиннадцать. Вот. О нем, о Дворкине. Двенадцатый ролик. О невежестве и безграмотности. Тринадцать. Создал пугало для устранения угодных. Четырнадцать. Роликов. Нераскрытое преступление. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Прокуратура. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать. Кто такой это? Культа секции. Двадцать один. Двадцать два. Сеатрическая больница клиент. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать три. Это шарлатан. Враг. Затесавшийся в число граждан. Выступает от имени Христианска. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать четыре. Занимается созданием, распространением злобных слухов, сплетен, разрушительной клеветы. Подтверждаю, это так и есть. В отношении меня. Двадцать четыре. Липый профессор Шарлатан. Двадцать пять. Двадцать пять это только я подцепил, которые на виду. Их несравненно много. Это поток. Это, говорит, начало конца. И что ослепление наступило всех. От патриарха, синода, священства, епархии во всей стране. Такую чему Бог допускает очень. Это пандемия зла. Вот он, сектовед. Давайте посмотрим, что такое секта. Немножко хотя бы. Нам это необходимо назвать. Ожиков Сергей Иванович, Славарь, Шведова. Секта, секты женского рода. Это религиозное течение, община, отделившись от какого-то, какого-нибудь вероучения, ему противостоящее. Определение это в советское время было. Секта Духоборов. Так. Группа лиц, замкнувшись в своих мелких узких интересах. Это книжная неодобрительность. Сектант. Человек, поглощенный узкими интересами какой-то группы. Сектантка, это женщина. Сектантство, принадлежность секте, относящаясь к секте. Словарь иностранных слов, крысина. Секта, латинское слово, учение, направление, школа. Переводится. Ну вообще, тогда под это попадает все, школа. Религиозно, так, группа лиц, замкнувшись в своих. Обозначение религиозных объединений, сектантства, движения, адвентисты, хлысты. Ересь, греческое, особое вероучение. Отклонение от догматов и организационных форм господствующей церкви. Словарь иностранных слов. Учение о ненужности церкви в деле спасения. Вот что, о ненужности, как ко мне это может быть, я беру не просто так, а беру по отношению меня, они выдвигают это, сектант, секта. И даже знать никто еще не знает, и все, везде, секта, сектант. Он, тем словом, заразился. Что такое еретик? Так, сектанта не было. Правило Василия Великого второе. Ересь предается, что там подробно описывается. Ересь предается анафеме, Второй Вселенский собор. Правило первое. Но он не может предать никого. С еретиками не молиться вместе, не ходить на молитву и сборище. Что означает, это надо пояснить. Ладийский собор. Апостольское, 45-е, 65-е. Не должно дозволяться присутствовать им при священнодействии в молитве с верными. Тимофей, правило девятое. Не должно ходить в Дом Божий, если они закоснивают в ереси. Ладийский собор. Правило шестое. Не празднует с ними вместе. Ладийский, 37-е. Браком с ними не совокупляться, разве только при обещании присоединиться к православной вере. Четвертый Вселенский собор. Правило 14-е. Шестой Вселенский, 72-е. Ладийский, 10-е, 31-е. Карпагенский, 30-е. Понимаете, это уже первые века. Все, хваталось. Рукоположенные вертиками не могут посчитаться истинно рукоположенными. Апостольское правило 68-е. Поэтому для нас священники, так называют пасторы, для нас они никто, они миряне. И как Скоротовский признает их благодатными. А зачем ты пришел тогда? Зачем пришел, когда у них-то все лучше? В основном-то. Нет только литургии, нет таинства. Сиритиками должно обращаться кротко. Вот это вот интересно. Как понимают они слово кротко? Сиритиками, ну это, конечно, и сектанты киритикам-то относятся. Вот. Кротко. Ну. Кротко. А как? Тоталитарная секта. Это заранее уже показывает. А что входит в тоталитарная? Стали перечислять 4 пункта. Ну, тоталитарную. Понятно, что потеря свободы передвижения. Нет передвижения. Нет возможности пользы своими финансами. Лишение свободы слова. Места жительства. То есть, показано слово тоталитарное. Зарядите, поглядите. Он заранее создал пугало. А почему кротко? Дабы тем привлечь их к покаянию. Карфагенский собор, 77-е правило. Кого Дворкин привлек? Кого этой Ирине Ильонского, там, Новосибирске, и других местах, Кеберская епархия, Тульская, там, Новокузнецкая? Кого они привлекли? Делают сыном гиену, обходят море. Вдвое худшим самих себя. Есть такое место в священном писании. Сейчас покажу. А, вот я не зарядил. Минутку. Нету. Отпущу меня. Горе вам, книжники и фарисеев, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда стучится, делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Матфея 23, 15. Вот это работа их. Сынов гиенны владели вот эти миссионерские отделы. Миссионерских отделов не создавал ни Христос, ни Моисей, ни святые отцы. Никто не создавал. Ни каноны, нигде ничего этого нет. Это выдумка. С сынами гиенны они их делают. Самые злобные, свирепые, непримиримые. И все только гнут под туфлю папы. А здесь куда? Под патриарха или какое там название, вышестоящие марионетки. Они делали дело не человеческой важности, а сатанинской важности. Я как-то воскресенье говорил, не воскресенье, а пятница, а о том, что даже деяние апостола, златоуст как бы опротестовывает, и говорит, неправильное название. Деяние Духа Святого. Деяние. И Павел, говорит, потрудился, впрочем, не я, ну, благодать Божия со мной, а здесь набирает, ну, как, ну, подвое посылали, подвое. Христос двенадцать избрал и подвое направил. Вот весь отдел. По все странам мира. Какой отдел? Никакого Дух Святой ими руководит. Кирилл и Мефодий, как? Указание царь дал, а дальше-то пошли сами двое. Секта. Религиозная организация, отличающаяся догматичностью взглядов и убеждений, расходящаяся с господствующей церковью или враждебных ей. Словарь иностранных слов, шестьдесят четвертого года, двадцать три тысячи. Отрицает институт священства, не признает деление верующих на клины. Клир и Мирян. У нас видят епископ, и дальше давят и давят, что секта, вот сколько ни говорили, ничего не знают, церковь не ходит, секта, что дворкинские метастазы идут. Выжженная земля осталась. Двадцать пять роликов покажу, их, может, двести пятьдесят уже. И ничего нельзя сделать. А что? Для чего говорить? А то, что молились о нем. Я о нем молюсь каждый день. Что Бог дал ему покаяние, хотя бы перед смертью. Двадцать лет расписывался где-то, получал денежки, создавал эти отделы, и везде они нахлебники. Злодеи, злодейские, злодейские. Вот, еще надо показать, чтобы люди помнили, это место такое. Одно место только в Библии встречается, именно про эти отделы. Исайя двадцать четыре шестнадцать. От края земли мы слышим песни. Слава праведному! Слава праведному! Слава патриархии, тут заменено. Слава Риму! Праведному с большой буквы. И сказал я, беда мне, беда мне. Как же? Такие слова хорошие говорят. Беда мне! Почему? Дворкин приехал, миссионерские отделы создает. Почему? Увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют, и злодеи злодействуют. Слово зло подряд пять раз повторяется. Где? А это вот дворкинская работа. Все враги. Вот нападают на так называемые свидетели Юговы. Какие они вредные, какие они злые, сколько там погибают, как дома отнимают, а монастыри православные не отнимают? Во все века было так, подписывали все имение. И выйти невозможно. Вот тоталитарный режим где. Это монастыри. Абсолютно тоталитарный. Полное бесправие. И об этом говорит Андрей Кураев. Ты в монахи идешь, вот ножницы. Вот я сейчас бросаю их и тебе говорю. Лишаешься всех прав. Ты будешь делать то, на что смотреть не хотел. Я тебя могу морить голодом. И потом выгоню без предъявления обвинения. Все это по порядку пересчитал ему, какой монах должен быть. А теперь бросил ножницы, не си, я тебя постригать буду. Что пятишься-то? Отрицает институт священства. Мы отрицали когда-нибудь? Да у меня материал о священстве. К истинному православию в книге написано. Сектант, секта. Идут наши девчата на пасхальный день. Идут пять девушек, красавицы, одеты как секта. 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 Особенно дети ягоды собирают. Сколько сектантов расплодилось, купаются, сколько, то есть отравленные. Совершенно. Даже это не зомби. Это манкурты. Эта шапочка приросла к мозгам. И главный здесь манкурт, который все это сделал, провернул, это Дворкин. это его работа. Ну, а он сам-то бы не сделал, если бы его не приняли. Перед тем, как приехать, он проходит выучку в Израиле, в Америке. Звания этих понаписали ему, а нигде ничего нету. Обман. Фикция. Я знаю, какого из миссионерских отделов. Они нормально молиться даже не могут. Я видел, какие глаза у них. Сверепые. Абсолютно. Ничего не приемлют. Вот были баптисты где-то там проезжали по Валихе, поставили там концерт, кукольный театр. И тебе-то какое до них дело? Они о Христе говорят, тоталитарное. А теперь-то, когда появились новые сектанты, а старых, которые были, то и они такие хорошие были. С ними можно было разговаривать, а эти не о писятихе-то. Они там бенихин, там падают, орут, лают, визжат. Вот откуда? Откуда? Оттуда откуда Дворкин? Оттуда они. Из подворотни из этой вылезли? Учение о ненужности церкви в деле спасения. У нас никогда этого не было. И мы церковь. Приезжает архиерея Московского Патриархата, у нас служит секта. А сейчас, зачем, я говорю, ты говорил, когда ты знал, что мы не секта, а чтоб не ходили к вам? Ну, ты говорил, что иконы у нас выброшены? Нет. Я говорил, да, говорил, Ну, зачем ты, отец Владимир, говорил-то? Ты же знал, что у нас иконы, да. А зачем, говорил, чтоб к вам не ходили? Ну, то есть, безбожники, попытки, безбожники, совершенно. Корысть и трусость. И ради корысти и трусости вот Боркин все это делает, устраняя неугодных. Секта основана на ереси. Вот. И дальше говорится, откуда словарь иностранных слов. Вот, число 16. Карфагенский собор в 318 году, правило 77-е. Откротком обращение с донатистами. Ну, и дальше вот можно просчитать, будет вот это место. Просчитайте. в 318 году. Внушение и по внушению, по мановению и внушению от Духа Божия. Они это сделали. Как? Подознание и исследование всего, пользу, церковность, поспешенствовать могущего, по мановению и внушению Духа Божия. Мы избрали за лучшее поступать с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно, хотя они беспокойны своим разномыслием и весьма удаляются от единства тела Господня. Таким образом, по возможности нашей, досаделается совершенно известным для всех по всем африканским областям уловленных их общением и расположением, каким жалостным заблуждением они себя связали. Может быть, тогда, как мы скротостью собираем разномыслящих по слову апостола, даст им Бог покаяние и разум истины и освободятся от дьявольской сети, бы уловлены от него в свою его волю. 2 Тимопея 2.25-26 Это о еретиках говорится, как обращаться с ними. Не травить перед зимой выбрасывать, как кришнаитов. Как, говорит, Дворкин Россию с Индией поссорил. Это высказать нельзя, сколько на его совести всего. Это помановение и внушение Духа Божия. А это все наоборот. Какое внушение? Ясно, что злого осмодея. Падший Дениса, сын Азари. Дворкин не от Бога. Злодействует злодеи злодейский. И поэтому все, что он натворил здесь, нужно молиться, чтобы Бог истребил, чтобы ни одного миссионерского отдела нигде не было, а чтобы люди молились и Дух Святой отправлял подвое в разные страны. Вот мы проехали от Тихого океана до Атлантического двое. Двое. Когда ехали, ну, шофера-то не считается, это шофер. Двое. и везде приходилось выступать, говорить о Боге, о Христе, о Вечности. И среди мусульман встречались и во Франции, и шесть мусульманских республик, и Турция. У нас очень большой опыт. Когда уезжали в эту миссионерскую поездку, не благовестническую только, миссионерскую, то мы говорили, опыта у нас нет. Как визу получить? Как с одного государства в другое? С нами собака. Собака, чемпион России. Тогда чемпион Сибири она была, ураган Сергея Пупкова. И вот мы не знали, говорили, спрашивали, а когда вернулись, теперь у нас опыт какого ни у кого нету. Да кто же столько проедет-то? И потом с севера, в России, ну, 600, примерно, городов. Это все бесплатно, и везде мы дарили. В каждом городе везде по 750 евро оставляли в книгах. Ну, умножь теперь на 600, 750 евро. И когда получится цифра твоя, умножь ее еще на 80, сколько одной евро к рублю относится. Ничего не имея, мы миллионы отдали, чтобы эта миссия была Божьей. У нас есть чем было пойти. И везде обращались кротко. А они нападали. Почему? Другой дух. Здесь по внушению Духа Божия мы делали. Вот обращались кротко. А вы молились с ними, это с Баптийсами, с ними молился. Что значит молился? Считаем, отче наш, это молились вместе. Когда они молятся, что нет Святой Троицы, или что-то там против Божьей Матери, тут мы не молимся. Призвали к таким, мы узнали все это, и мы вышли в коридор, и повернулись в другую сторону. Отдельно. Почему? Потому что вы молитесь неправильно. Как с еретиками молиться нельзя. Это все надо смотреть не трафаретно, шаблонно. И везде все, смотрите, Боркин одобрил, одобрил ненависть. Такое ослепление, протравливание произошло, потому что Слово Божие не знает, Главное убитая совесть, и главное, третье, это триада. Дух Божий покинул, самое главное. Если человек знает, ему только Господь через сердце тронул, через совесть, и больше ничего нет. Господи, помилуй. Зрях не задави маленькую. Вот что хотелось сказать. Лично я с ним не встречался, да и желанием не говорил. А что, о чем буду говорить? Человек плотской, мирской, наглый, беспардонный. Грубейший. Теперь-то выявлено и наркоман, и психиатрия-то он сколько лежал. И это знают. Но что психиатрия? Меня тоже держали психиатрией, преследовали. И дальше будет все зафиксировано в уголовном порядке злоупотребления советской психиатрии. И так мне дали-то какие-то, что они? Заболеваний никакого нет при выходе. На исследовании был. Меня не лечили. Пытки были. Пытали. Унижали всякое. Чтобы отрекся от Бога. Прямо. Не отречешься от Бога. Скажем, сошел с ума от веры своей. У меня документы для Слова Божия нет. В книге они все запротоколированы, показаны. Там даже могу даже показать. Вот сейчас подождите минутку. минуточку хотя бы сейчас по Слова Божия не пус. Так, какое же слово-то зарядить сюда. Опа! Не зарядил. Надо вот сюда зарядить. Так. Плохо вижу тут. Дальше. Сейчас найдем, показать это. Психиатрия. 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 Кемеровская областная психиатрическая больница. Вот на меня документ. Это том 1 уголовного дела. Смотри внимательно. Лист дела 362-367, акт 5 895-80. Кемеровская областная психиатрическая больница. Врач Мазур Моисей Ааронович, кандидат медицинских наук. Краткие выписки, сделанные при закрытии дела. Это выписки, которые я взял, не все. Лапкин поступил 22 июля. Выписан 9 сентября 1980 года. В стационаре, в госпитале. 26 октября 1961, до 10 января 1962. Сознание было не помрачено. Состоял на учете с диагнозом вялотекущая шизопрения. Психоподобный вариант. Это в армии когда было. Дальше расчет. Психическое состояние. Правильно антиориентирован. Так, что тут? Это там говорили. Пониженное настроение. Это я специально делал, чтобы не подсчитали дезертирован. Тут все объяснено будет. Пытался вовлечь врачей в свою веру. Со стороны внутренних органов без патологии, со стороны центральной нервной системы органы патологически не нарушены. Психическое состояние испытуемое и правильно ориентировано во всех видах ориентировки и судебно-следственной ситуации. На комиссии собран и подтянут приветлив. Он хорошо доступен контакту, ясно и четко изъясняется. Доброжелателен и приветлив с врачами. На здоровье жалоб у него нет. В беседах эмоционален, последовательно, открыт. Себя психически больным не считает. Подробно рассказывает врачам, как он пришел к вере в Бога. Он воспитывался в религиозной семье, боялся греха, сдерживала его от стаборальных поступков вера. В душе он всегда почитал Бога, но религиозных обрядов не почитал. Вел обычную мирскую жизнь, ходил в кино, а на танцплощадке. Нередко выпивал, даже были случаи, когда напивался в стельку. Вот, такого и не было даже, но тоже написали. После того, как вслух прочитал на ночь в казарме молитву, его отправили в психбольницу, что было для него неожиданностью. В психбольнице один офицер, который находился на обследовании, посоветовал ему не менять своего поведения, молчать, вести себя так, как вел в воинской части. В противном случае, сказал ему офицер, его могут расценить как симулянта со всеми вытекающими отсюда последствиями, то есть отдать под трибунал за уклонение от воинской службы. Это я уже третий год служил. Он послушал и решил, что это самый справедливый совет. Поэтому в психбольнице молчал. Тем не менее, потребность говорить о Боге у него была очень сильная. Поэтому по вечерам в туалете, там большая прихожая, вел беседы на религиозные темы с людьми, которых считал подходящими для этой беседы. Никогда не казалось ничего, не мерещилось. Все последние годы он физически и психически чувствовал себя хорошо. Под врагами он подразумевал всех офицеров, преследовавших его за веру. Он посвятил жизнь своей вере с каждым годом все глубже умом и сердцем. Стремился познать Писание Божие и кое-что стал понимать. Вместе с тем он много работал, так как является хорошим печеньком. Он никогда не нарушал трудовую дисциплину. Свою работу выполнял честно и добросовестно. Жену он очень любит и обожает. Он всегда был открыт для людей и делился с людьми последним куском. В последние годы его стали уважать верующие. Появилось много знакомых, соратников по духу и вере. Ему нередко приходилось отрешать споры в толковании священного Писания среди верующих. Испытуемый обнаружит хорошую память, знания религиозных текстов. Он приводит на память множество цитат из Библии, Евангелия, свободно оперирует своими знаниями. Вину не признает. Вина была распространение заведомо злобных, ложных измышлений. С большим чувством говорит о своих мучениях в тюрьме. Муки его духовные и обусловлены тем, что он вдруг оказался среди матерых в убийстве насильников. Где нет ни одного человека близкого ему по духу, нет единоверцев. Он скучает без голубого неба, луча солнца без птиц. Он очень переживает разлуку со своими родными и близкими. Окажись сейчас на воле, расцеловал бы всех и все деревья и зеленые веточки на них. Вместе с тем он и осуждает себя за свою сентиментальность, за привязанность к земному. Он должен думать о Боге. А оказывается, мысли у него заняты земным. И поэтому он, видимо, плохой христианин. Он откровенно говорит, что если бы он знал, что его духовный отец детку отрекся от своих убеждений, он сразу бы принял покаяние от всех этих дел и был уже на свободе, наверное. Однако он не знал этого. И осуждать своего духовного отца не смеет. Он много понял и почувствовал за время, проведенное в тюрьме. Если он окажется на свободе, то уедет куда-нибудь в деревню, будет жить мирно, молиться и уйдет от всего. То, в чем обвиняет меня, не повторится. Я отхожу от всего, какое бы решение суд не принял. В течение всей беседы он держался уверенно. Он фанатично отставил свою точку зрения, несколько переоценивая свои способности. Высказывал свою точку зрения на те или иные вопросы, связанные с его убеждением. Он считает, что богослужение должно висеть на русском современном языке. Не на церковном славянском, а на литературном языке. Что некоторые религиозные отправления, по его мнению, подлежат модернизации. Чтобы привлечь на сторону церкви молодежь, приобщить к вере, наставить на праведный путь. Испытуемый склонен к подвижничеству, миссионерству, религиозному просветительству. Мышление у него последовательное, логичное, связанное. Связное. Связное, то есть не связанное, а связное. Также не обнаружено каких-либо патологических нарушений мышления в писанной продукции. Бредовых идей и галлюцинаций у него не обнаружено. Эмоционально он живой, адекватный, теплый. Интеллект соответствует культурному уровню и образу жизни. В отделении каких-либо странностей в его поступках и высказываниях не отмечалось. Но стационарное отделение проверяет. Он много молился, скрупулезно выполнял все предписания религиозного характера. Молился в назначенное им самим время, несколько раз в сутки, постился и тому подобное. Много говорил на религиозной теме. Обращался к испытуемым с проповедями, то есть к преступникам. Говорил об этом без страха, прямо в глаза. Призывал к смирению. Обращался к испытуемым. Окружающие с интересом слушали его, группировались вокруг него. С медперсоналом и врачами он был вежлив, предупредителен, неназойлив. Он благодарил за хорошее к нему человеческое отношение. Выражал неподдельное изумление тем, что к убийцам, преступникам так хорошо относятся. Вместе с тем он тяготился пребыванием в психиатрической больнице, просил скорее выписать его из отделения. Иногда он мог всплакнуть, вспомнив о родных, о свободе спал и ел хорошо. Заключение. Душевным заболеванием не страдает. Он является психопатической личностью из круга паранояльных психопатов. Об этом свидетельствуют свойственные характеристические особенности, проявляющиеся в повышенной волевой активности. Нередко выражены завышенной самооценкой склонностью к самолюбованию, а также склонностью к его образованию сверхценных идей реформаторского содержания. Однако степень указанных нарушений у Лапкина И.Т. не столь значительны, чтобы он не мог отдавать себе отчетов в своих действиях или руководить ими, так как у него сохранены интеллектуальные способности, он обнаруживает заинтересованность в личных делах, способность критически оценивать свое поведение и регулировать свои поступки с учетом окружающего, равно как предвидеть последствия своих действий и удержаться от совершения их. Установленный ранее Лапкину диагноз параноидной шизопринии, то есть это в армии когда был, с учетом 19-летнего катамнеза при настоящем клиническом обследовании не подтвердился. Все эти годы регулярно работал, женился, не производил на окружающие впечатления человека психическими нарушениями чудаковатого. На производстве он также зарекомендовал себя положительно, и странностей в поведении за годы работы у него не наблюдалось. Он оставался эмоционально живым, адекватным. У него не имеется свойственных для шизопринии нарушений мышления, проявлений психотического автоматизма, а также клинических проявлений, связанных с нарушениями произвольной деятельности. У него не выявлено нарушений восприятия бредовых идей, в том числе и религиозного содержания. Описанные в свидетельстве о болезни диэстическое состояние, имевшее место у Лапкина ИТ в 1961 году, внешне схожи с проявлением бредового психоза. Следует расценивать как свойство его личности психопатическую реакцию, трудное исключить реактивное состояние, из которого он тогда же полностью вышел. Об этом свидетельствуют данные о том, что указанное психическое расстройство вытекало из психического склада личности и было психогенно обусловлено условиями его жизни. Не описано также характерно для такого приступа острого чувственного бреда, психических автоматизмов и идей величия. Признать вменяемым. Мазур Моисей Ааронович Колесникова им. Е. Еницкая. Нет, М. Е, наверное, Еницкая. Ну и так далее. Вот такую характеристику получит или нет, пусть даже с какими-то там где-то маленькими отклонениями, все, в человеке не узнаешь. Дворкин получит? Увлекался тем-то и тем-то. Наркотики и прочее. Но, однако, его никто не посчитал больным. И тех, которые сегодня нападают, они же не проходили стационары. Он там как попал? Нуждался в лечении. А тогда не было так. Вот говорит, Петр Григоренко, генерал, стал говорить, что состалистический строй ведет тупик. И коммунизма не будет. Его сразу арестовали, разжаловали психиатрию. Вот Никипелов об этом пишет, институт дураков. Сколько он там претерпел? Сколько всего пришлось ему вытерпеть? Какие пытки? И поэтому о Дворкине забыть не придется. Потому что прививка сделана миллионам людей. Многим миллионам. И везде они будут сегодня искать деструктивное. Деструктивное обязательно. Шовинистическое, фашистское. Ну, что еще они могут сказать? Фанатичное это хорошее слово. Деструктивное это они уже сказали. Тоталитарное. Вот где он запутался. Ни одного свойства тоталитарного нигде и нету. Ну, где-то может быть есть. Он подряд всех гнал. Кто не угодно. И результат его был крайне высок по отрицательной шкале. Поэтому я не против, чтобы этот ролик был выставлен. Все, которые выставляли о нем, мной прослушаны. Я посмотрел. И против сказать ничего не могу. И это именно так. Я встречался с людьми, которые его почитали. Я Дворкина там почитаю. Я уважаю. Там миссионерские отделы. А они заражены этим. Может быть, мы за них молимся. Выйдут из этого состояния. Надо их проверить еще на это. Которые в миссионерских отделах были. На сационаре психиатрии надо всех просто проверять. Они поврежденные. Их видно по глазам. Как они говорят. Как они ярятся. Как кидаются. Да спасет нас Господь от наследия Дворкина. А тех, которые заражены этим, да избавит Господь. И Богу нашему слава во веки веков. Аминь.